Санитарная эпидемиологическая обстановка на курорте благополучная массовых отравлений и групповых инфекционных заболеваний не зафиксирована. Что касается интервирусной инфекции, то по данным специалистов на сегодняшний день в Сочи зарегистрировано 30 случаев. Это говорит о том, что никакой эпидемии интервирусной инфекции в городе нет. Эти случаи инфекционных заболеваний никак не связаны ни с заболеваемостью в Турции, ни с заболеваемостью какой бы то иной, в общем-то, не связаны. Это в основном болеют приезжие и в большинстве случаев это дети ранних возрастов. По мнению представителей Роспотребнадзора, вина за это полностью лежит на родителях, пренебрегающих правилами гигиены. Качество морской воды в Сочи остается в норме. Это подтверждают результаты лабораторных анализов. Еженедельно отбирается около 200 проб. Всего с начала сезона проведено 2600 исследований на санитарно-химические, микробиологические показатели, на содержание вирусов, возбудители холеры и паразитологические показатели. Все пробы соответствуют действующим нормативам. Тем не менее, все учреждения системы здравоохранения курорта работают в усиленном режиме по особому графику. Для этого нажарки во всех смыслах сезон в Сочи привлекают специалистов из других регионов. Прежде всего мы усиливаем количество бригад дежуривших ежесуточно в районах нашего города. Сейчас у нас всего работает 64 бригады каждый день. А вот в зимнее время, вы помните, я всегда говорю о том, что у нас работает 47 бригад. Ежесуточно в диспетчерскую поступает 1200 вызовов. Для сравнения, зимой их число не доходит и до 500. Медики совместно с представителями Роспотребнадзора неустанно повторяют. Приезжие, которые хотят получить от отдыха лишь положительные эмоции, обязаны соблюдать элементарные правила гигиены.